В завершении выпуска сегодня сотый день рождения отметила жительница Якутская Елизавета Борискова. Как и полагается, в праздничный день не обошлось без подарков и сюрпризов. Например, женщина стала седьмым горожанином, удостойным почетного знака долгожителя УЕСАС. Передает Галина Погодаева. Вырастить троих детей, всю жизнь работать, создавать уют в доме и дожить до 100 лет. Этот план выполнила Елизавета Иннокентьевна Борискова. Сегодня женщина отмечает круглую дату. Закончив пушно-меховой кооперативный техникум, она работала на складе. Потом бухгалтером. В 42 года судьба преподнесла неприятный сюрприз. Из-за осложнений после гриппа женщина потеряла зрение. Но, несмотря на это, продолжала вести активный образ жизни. Она очень рано ослепла, потому что мне было 4 года она потеряла зрение. И поэтому, конечно, она жила полноценной жизнью. Она сейчас не ходит, она ходила, она старалась что-то делать по дому. Поздравить юбиляра со столетием пришли власти города и республики. В торжественной обстановке Елизавету Иннокентьевну наградили почетным знаком долгожителя республики УЕСАС. Сертификатом на 100 тысяч рублей и другими подарками. Елизавета Борискова стала седьмой жительницей города, достигшей такого почтенного возраста. В последнее время мы очень часто бываем на юбилеях 100-летних жителей нашего города. И вот глядя на них, надо сказать, что мы видим, что оказывается дожить до 100 лет – это совершенно реально. Надо быть добрым, надо быть светлым, надо вести здоровый образ жизни. И, конечно, вот я думаю, что большая заслуга все-таки семьи. Крепкая семья Елизаветы Иннокентины, ее опора и поддержка. Благодаря заботе родных именинница продолжает сохранять чувство юмора и положительный настрой. Способствует хорошему настроению и визиты правнучек. Они делятся с любимой прабабушкой своими секретами. Приезжаем, я с ней разговариваю. Я рассказывала насчет того, как мы сдавали зачеты, на что я сдала, по какому предмету, как день прошел. Вот такие рассказы. Примечательно и то, что свой день рождения Елизавета Иннокентина отмечает накануне Дня матери. Отдав всю заботу и любовь своим детям, сейчас все это они возвращают ей старицей. Галина Погодаева, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Галина Погодаев, Владимир Павлов, НВК Саха.